Истории созидательного духа Тяньши История девятнадцатая. Юношеские мечты и благие дела. Летом 1996 года, когда молодая компания Тяньши, используя новую коммерческую модель, уже вышла из опасной ситуации и развивалась очень быстро, господин Ли Цзэнь Юань решил приступить к реализации мечты своей молодости — построить колодец, дорогу и школу на его малой родине. Как говорится, добродетельной семье Бог посылает чудесных детей. С детства родители сформировали у Ли Цзэнь Юаня глубокое чувство ответственности перед обществом и государством. И когда он приехал в родительский дом в селе Цанчжоу в провинции Хэбэй и рассказал, что намерен вывести из оборота 9 миллионов юаней, чтобы сделать доброе дело для односельчан, они ответили — наша семья не только внесет деньги, но приложат собственные силы, чтобы задуманное стало реальностью. Несколько месяцев спустя усилиями многих родственников был не только построен колодец, но и проложен водопровод к каждому двору. Стандартная проселочная дорога второго класса протянулась от деревни до национальной магистрали, а среди зеленых полей поднялись здания народной средней школы Тяньши, начальной школы Тяньши и детского сада. Всего на благотворительные цели господин Ли Цзинь Юань и его семья потратили 1 миллион 700 тысяч юаней. Построенные им коммуникации и социальные объекты стали очень значительными вложениями в экономическое развитие родного села. Когда человек хочет творить добро, само небо помогает ему. Как говорится в китайской книге «Перемен», у того, кто накапливает благие дела, обязательно наступит благоденствие.